Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок, а сегодня в нашем обзоре. 3,9 метра. Пока минимальный показатель из всего, что перебывало в наших обзорах. Все управляется поворотной шайбой. Довольно странная ситуация. Багажника нет, а удобства вроде как должны присутствовать. Рулевая рейка, само собой, электрическая, поэтому никаких проблем по насосу бур, подпеканию рабочей жидкости и так далее. Здесь не ждите в связи с отсутствием таковых. Пол батона хлеба, пол палки колбасы или половина головки сыра. А как насчет половины автомобиля? В конкретном случае половину Toyota. Сегодня самый малолитражный и самый компактный автомобиль из всех, которые нам доводилось видеть. Toyota IQ. Первое и единственное поколение Toyota IQ в кузове GJ10 увидело свет в 2008 году. Этот автомобиль выпускался для разных рынков и последний год его конвейерной жизни – 2016. В России модель продавали официально с 2009 по 2011 годы. Машина, что называется, не пошла. Странно. С учетом того, что стоила она дороже, чем седан Corolla. При этом россиянам автомобиль предлагали с максимальным мотором 1,3 литра, атмосферник на 98 лошадиных силы, только с вариаторной коробкой передач. При этом на родном японском рынке эти машины продавались в версиях с механической КПП. А была еще и разновидность с компрессорным мотором 1,3 на 122 лошадиные силы GR Sports. К забавным фактам биографии Toyota IQ относится и тот факт, что компания Aston Martin сделала на ее базе модель для себя. Эта машина появилась в 2011 году. На конвейере простояла недолго и была выпущена общим тиражом менее 300 экземпляров. Задача была сжульничать, понизив средний показатель выбросов CO2 по всему своему модельному ряду. Перелицованный IQ оснащался мотором 1,3 литра на 98 лошадей и получил наименование Aston Martin Signet. Забавно, что слово Signet с английского переводится как «молодой лебедь». Где маркетологи увидели сходство с этой благородной птицей – большой вопрос. Возможно, имелся в виду слишком молодой лебедь, еще не покинувший яйца. Кстати, на краш-тестах по методике Euron Cap Toyota IQ показала себя молодцом, набрав максимальные 5 баллов. Ну а теперь про кузов и начнем с габаритных размеров. Это очень маленькая, непривычных пропорций квадратная машинка. Длина кузова здесь – это 2 метра 98 сантиметров. Ширина – 1,68 метра, а высота – 1,5 метра ровно. Колесная база минимальная – 2 метра. У машины очень небольшой радиус разворота. Разворачиваться IQ способен буквально на пятачке. 3,9 метра – пока минимальный показатель из всего, что перебывало в наших обзорах. А снаряженная масса автомобиля где-то на уровне Жигулей классики – 890 килограмм. При этом максимально разрешенная полная масса – 1110. Что касается толщины заводского лакокрасочного покрытия, то этот автомобиль окрашен тонким слоем примерно в районе 75-100-105 микрон для заводского окраса. А вот в том, что касается стойкости кузова к коррозии, как минимум снизу эту машину обработать антикором дополнительно все же стоит. Почему? Об этом дальше. Обзор внутреннего пространства автомобиля, конечно, начнем с багажника. По крайней мере, с того места, где он должен у обычных автомобилей быть. Каталожный объем багажника при поднятых спинках заднего сидения у этого автомобиля минимальный из всех, которые мы когда-либо снимали – 32 литра. Что визуально не наблюдается. Довольно проблематично замерить длину по полу, но она где-то около 12 сантиметров. Так что просто бросим гигантскую рулетку туда и оцените сами, сколько места она съела. А вот если сложить спинки заднего сидения, то объем получается плюс-минус сносный – 238 литров. И пару сумок сюда забросить уже получится. Правда, поедете вы на таком автомобиле сугубо вдвоем. При такой конфигурации длина по полу составит порядка 72 сантиметров. А ширина в самом узком месте – 90. Высота от фальшпола до верха проема багажника – 73 сантиметра. Плинтуса в этом автомобиле вы не повезете. Это абсолютно не его стихия. Поэтому останется только сообщить, что ширина багажного проема посредине – 83 сантиметра. Что касается наличия удобств по багажнику автомобиля. Довольно странная ситуация. Багажника нет, а удобства вроде как должны присутствовать. На самом деле здесь под крошечной панелью фальшпола скрывается лишь небольшая емкость, куда можно побросать мелочевку. Запасным колесом, естественно, этот автомобиль не оснащается. Ну а весь штатный инструмент скрывается еще ниже, под пластиковым корытом. Ну а теперь переходим к обзору интерьера Toyota IQ. При том, что рост 1,86 м. Устроиться за рулем быстро удалось достаточно. Удобно сидение, интересное. Вроде как без выраженного профиля, но тем не менее, чем-то они вас под спину поддерживают. Центральная часть здесь тканевая, а боковушки отделаны кожзаменителем. Диапазон регулировки сидения довольно большой. И если отодвинуть его назад, правда, регулировка здесь находится не спереди, а осуществляется при помощи рычажка сбоку, то даже при моем росте левую ногу я могу вытянуть и выпрямить в колени. Правда, при этом, конечно, буду упираться всей ступней в моторный щит. Сидения в меру мягкие. Рулевая колонка также регулируется, правда, только по наклону. Регулировка по вылету, увы, не предусмотрена. Сам руль довольно интересный, анатомической формы, довольно-таки толстым ободом и очень хваткий. Кожаная отделка абсолютно не проскальзывает. Подрулевые переключатели стандартные в любой другой Toyota вы встретите ровно такие же. Находятся они здесь близко к рулю и пользоваться ими вполне удобно. Комбинация приборов, несмотря на то, что она очень простая, имеет в себе аналоговый спидометр с крупной оцифровкой и тахометр, что от малолитражного автомобиля, в общем, не ждешь. Правая сторона приборной панели отдано под сигнальные лампы, ну а с левой стороны мы видим импровизированный дисплей бортового компьютера, типа калькулятор, куда выводятся показания датчика уровня топлива, время, пробег и так далее. И на этом же дисплее, кстати, отражается состояние мультимедийной системы, какой канал вы в данный момент задействовали, CD-плеер, радио и так далее, частота и, конечно, громкость. Кстати, все это управляется не отсюда, а только с рулевого колеса, с его левой стороны. Опоры под локти справа у вас, естественно, нет. Здесь просто пустота, ну а с левой стороны подлокотник пластмассовый и очень жесткий. Непривычно и отсутствие на дверной карте ручки закрывания двери. Вам приходится делать это за своеобразный отлив или кармашек в верхней стороне, в который вмонтирован динамик пищалка. Зато оба стекла здесь с автоматическим режимом. Тут же центральный замок. Слева от рулевого колеса у нас пульт управления боковыми зеркалами и корректор фар. А справа в абсолютно слепой зоне расположена кнопка запуска остановки двигателя. По центру приборной панели у нас индикация открытых дверей, непристегнутых пассажиров и состояние пассажирской подушки безопасности, которую здесь вы можете отключить в случае, если вы возите ребенка в детском кресле на переднем сидении. А вот панель управления климатом реализована крайне интересно. И ни в одной другой Тойоте я, по крайней мере, такого не видел. В данном случае все управляется поворотной шайбой. Но перед тем, как что-либо здесь включить, вам придется выбрать, что именно вы будете контролировать при помощи Тойшайбы. Температуру или направление обдува, которые здесь переключаются циклично, или обороты вентилятора. Но все управляется одним-единственным переключателем. Весьма интересное решение и, кстати, крайне удобное. По бокам расположены в ряд клавиш включения-выключения рециркуляции, кондиционера, обрежимы отпотевания лобового стекла, подогрев заднего, выключение климат-контроля и аварийка, которая здесь в абсолютно удобной доступности. Далее вниз довольно странное, абсолютно ни для чего не задействованное пустое место. Внизу 12-вольтовая розетка и очень небольшой кармашек, куда даже смартфон по большому счету не бросишь, ввиду его странной формы. Селектор коробки передач плюс-минус похожий на те, которые мы видим в японских праворульных ВИЦах. Очень тонкий стебелек, на котором сверху одет набалдашник. Прорезь типа змейка, есть отдельный спорт-режим и режим пониженной передачи. Спасибо инженерам Тойоты, но здесь они сделали отдельную клавишу разблокировки селектора при выключенном зажигании. Справа в районе рычага стояночного тормоза, включение-выключение системы стабилизации, аукс-выход и клавиша включения подогрева в сидении, взятая с Тойоты Короллы. Ручник самый обычный механический и есть один-единственный подстаканник. Кстати, о подстаканниках и прочих удобствах в салоне этого автомобиля особо не разгуляешься. Нет здесь футляра для очков на потолке, вместо него довольно оригинальной формы поворотный светильник, как в салоне самолета. Нет здесь и отдельного бардачка, вместо него на кнопках передней панели крепится своеобразный клатч-переросток, по форме напоминающий сумку от ноутбука. И это решение, по всей видимости, связано с тем, что сам производитель позиционировал посадочную формулу этого автомобиля как 3 плюс 1. То есть, если пассажир у вас не слишком рослый, вы можете сдвинуть переднее сидение поближе к панели, и тогда пассажир не упрется ногами в несуществующий бардачок. За ним сможет сесть еще один взрослый человек, но за водителем, по крайней мере, среднего роста, поместится разве что ребенок. Поэтому проверять вместимость сидений заднего ряда мы не будем. В этом попросту нет смысла. Здесь абсолютно нет пространства для ног. Буквально 2 сантиметра запаса. А вот в том, что касается обзорности, ситуация следующая. Передняя панель здесь плоская и уходит очень далеко от вас, как в минивэне. Капот невидимка, правда, длина капота такова, что ей смело можно пренебречь. Ну, практически не стоит понимать это буквально. Боковые зеркала довольно крупные, и пользоваться ими удобно. Линия остекления низкая, но вот боковые передние стойки здесь очень широкие, и при повороте направо-налево нужно быть внимательным, чтобы за ними не спрятался пешеход. Автомобиль не имеет камеры заднего вида. Вопрос о ее целесообразности при подобных габаритах, правда, парктроник имеется. Но, когда вы пытаетесь посмотреть назад при маневрировании, повернув голову, вы не увидите практически ничего. Благодаря широкой, глухой, средней стойке, очень маленькому окошку, которое полностью перекрывает несъемный подголовник пассажирского сидения. Что касается двигателей под капотом Toyota IQ, было всего два варианта 1.3 и 1 литр. 1.3 это 1 NRFE, хорошо знакомый по прочим моделям Toyota на 98 лошадиных сил, 4-цилиндровый атмосферник, ну а литровый вариант это хорошо известный и очень массовый двигатель 1 KRFE. Алюминиевый блок, 3 цилиндра в ряд, есть два верхних распредвала, гидрокомпенсаторы не предусмотрены, привод ГРМ цепной, а впрыск топлива самый обычный распределенный. Этот мотор выдает 68 лошадиных сил и 90 ньютонометров крутящего момента, и в целом для перемещения по городу его будет достаточно. Мотор фазный, но фазорегулятор стоит только на впускном распредвалу. Что касается характерных проблем по данному двигателю, основные жалобы сводятся к шумной его работе, причем это касается мотора даже в исправном состоянии. Само собой, на трехцилиндровом агрегате не обойдется без вибраций. Не самый выдающийся ресурс здесь у цепи газораспределительного механизма после 120 тысяч километров цепь вполне может подрастянуться и потребовать замены. Крайне рекомендуется менять здесь масло почаще, и старайтесь не заливать сюда ни кондицию. Маслоканалы в этом двигателе также не самые широкие, и в случае чего дело может кончиться и проворотом вкладышей. Также были случаи раннего выхода из строя насоса системы охлаждения. Но в остальном этот мотор довольно экономичный, и даже на замене масла он вас не разорит, поскольку масло сюда заливается всего 3,1 литра. Вязкость 5W20. Что касается ресурса данного силового агрегата, на практике он лежит где-то в районе 250 плюс-минус тысяч километров пробега, если за ним следить. И этого в целом достаточно. Несмотря на все серьезные изменения на рынке контрактных запасных частей, двигатель этот по-прежнему можно купить, и стоит он не так дорого. Список моделей, куда этот мотор устанавливался, только по внутрияпонским автомобилям Toyota и Daihatsu можно распечатать и свернуть в довольно толстый рулон. Ну а к вариатору, в паре с которым он здесь работает, вопросов в целом нет. Далеко не самый моментный и мощный мотор, и ресурса коробки вполне хватает. Главное менять масло в ней хотя бы раз в 45-50 тысяч километров пробега. Ну а теперь переходим к дорожному просвету. Вооружаемся рулеткой и смотрим. Низшая точка в данном случае находится под передним подрамником до нее от асфальта 14 сантиметров, а до края самого бампера 19,5. До отбортовки порога за передним колесом 15,5 сантиметров. Клиренс задней части автомобиля определяет защиту топливного бака 15,5. А вот до края заднего бампера 29 сантиметров от асфальта. С учетом отсутствующих переднего и заднего свесов и очень короткой колесной базы, при том, что клиренс не самый выдающийся, с проходимостью у Toyota IQ все более или менее нормально. Что касается ходовой части Toyota IQ, у этого автомобиля довольно неплохая управляемость. И это заслуга широкой колеи. Колеса расставлены фактически по углам. Правда, база короткая, поэтому на скользкой дороге в поворотах автомобиль требует некоторых навыков управления. Что касается жесткости, то по тойотовским меркам Toyota IQ это далеко не перина. Подвеска жестковата. По конструкции передняя подвеска это классический Макферсон шаровый опор. По задумке производителя здесь меняются вместе с рычагами, они сюда запрессованы. А стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике. В передней части автомобиля в целом доступ к его креплениям есть, но с левой стороны он не слишком удобен. Рулевая рейка, само собой, электрическая, поэтому никаких проблем по насосу гур, подтеканию рабочей жидкости и так далее здесь не ждите в связи с отсутствием таковых. Что касается антикоррозийной обработки, это автомобиль для европейского рынка, не для российского. Поэтому, по сути, антикоррозийной обработки на машине и нет. В основном это шовный герметик, и то очень ограничено. Площадь днища здесь небольшая, и местами оно прикрыто либо пластиковыми защитами, либо термозащитными экранами. В задней части автомобиля мы видим прикрытый защитой, причем пластиковый топливный бак. Он тоже пластиковый, как и его заливная горловина. Объем 32 литра. Задняя подвеска у этого автомобиля представляет собой классическую балку. Два сайлентблока, втулки на амортизаторах. Выходить из строя нечему. Сами амортизаторы стоят отдельно от пружин, а вот задние тормоза у Toyota IQ, как ни странно, дисковые. Что касается антикоррозийной обработки, ее количество здесь чисто следовые. Это касается в том числе и тазика багажника. Небольшая узкая полосочка, как и на днище над задней подвеской. Вот такой обзор на одну из самых странных моделей Toyota у нас сегодня получился. Надеемся, у вас сформировалось общее впечатление о том, что представляет собой Toyota IQ. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, а это 2009 год выпуска, европейская версия с литровым мотором на 68 лошадиных сил и вариаторной коробкой передач, все дополнительные вопросы вы можете задать по телефону, который будет на экране. Там же есть WhatsApp, так что пишите, не стесняйтесь спрашивать. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте лайкнуть, подписаться на канал. И до новых встреч. Пока. Пока.